Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень радостно, что вы сегодня все вместе и находитесь на связи. И мы проведем с вами сегодня полтора часа до восьми часов. Я расскажу о творчестве Либу и именно о связи творчества Либу с искусством десятых, двадцатых, тридцатых годов прошлого столетия. Говорить я буду где-то час пятнадцать, час десять и оставлю минут пятнадцать, восемнадцать на вопросы. Все вопросы вы сможете задавать в чате, но отвечать я буду не по ходу лекции, а в конце, иначе я буду отвлекаться. Поэтому, пожалуйста, пишите все вопросы, которые возникнут по ходу дела, и я потом в конце прочитаю все вопросы и на все, на что смогу, с удовольствием отвечу. Я не знаю, были ли вы уже на выставке Либу в Манеже, но в наше время больше всего мы начинаем ценить, вернее, продолжаем ценить и по-новому относимся именно вот такое сильное эстетическое впечатление. Дело в том, что человек вообще гонится за ощущениями, ему хочется, чтобы ему было радостно или грустно, например, он испытывает. Но когда возникает отсутствие каких-то внешних впечатлений, то называется то, что в открытом космосе или на космической станции называют депривацией. Даже вот это очень важное, очень важное понятие, как с ним бороться, и когда проводят всевозможные тренинги для космонавтов, астронавтов будущих, именно думают о том, чтобы сделать, чтобы люди, которые находятся, скажем, год или даже больше в ограниченном пространстве, чтобы они не страдали. Какие нужно добавить впечатления. Но мы с вами ограничены сейчас в передвижениях относительно. Конечно, не так, как в Москве, мы можем ходить в музеи, но от этого как раз наша жизнь, наверное, стала более концентрированной и такой конденсированной. Сейчас очень согласна санитарным правилам, столько, сколько позволено, но вы везде можете увидеть людей в выставочных залах и в больших музеях, и в частности в Манеже. Вот я сегодня только что там была, видела очень много людей, очень много молодежи, и спросила у моего знакомого молодого человека, который еще учится в школе, вот почему, собственно говоря, так много молодежи сейчас в музеях. Он сказал, что да, действительно, вот эта концентрированность и эта возможность подчеркнуть какие-то сильные ощущения заставляет людей пойти в музеи. То есть если раньше эти ощущения, они рассеивались, люди ходили, скажем, по торговым центрам или, например, куда-то они отправлялись в другие страны для того, чтобы набраться новых ощущений и впечатлений, то теперь вот именно культура и искусство нас лечит и нас спасает. Перед вами вход в Манеж, и как вы видите, этот вход еще такой осенний, с ярким солнцем и довольно теплые, еще листочки есть на деревьях и летят как раз от Исаакиевской площади к Манежу. Это вид Манежа во время открытия выставки «Либу». Это ее первая выставка в России, и уже все СМИ назвали ее блокбастером. Вы знаете, что это понятие имеет отношение к кино, то есть тот фильм, который становится, наверное, популярным и зарабатывает очень много денег. Конечно же, искусство и выставки – это не Голливуд, но в том, какое привлекает внимание эта выставка, и в частности, ваша, поскольку вы сегодня решили посвятить ваше вечернее время, такое драгоценное, говорит о том, что искусство нам нужно и совершенно необходимо. Как я уже сказала, особенность этой выставки не только в том, что выдающаяся художница из Южной Кореи оказалась впервые показана в России, показана очень крупномасштабными работами, но и в том, что и она, и ее куратор с корейской страны, и ее кураторы со стороны Манежа решили сразу, что нужно создать для ее творчества определенный контекст. И, конечно же, этим контекстом стало революционное искусство, или, как называют, искусство русского авангарда 10-х, 20-х годов XX века. В Петербурге выставка Лебо оказалась, в общем-то, размещена таким образом, что она находится между главными точками, где это искусство развивалось, где оно показывалось и где оно создавалось. Вот вы знаете, что Манеж смотрит главный вход на Исаакиевский собор, а если вы выйдете из Манежа, если у вас останется Исаакиевский собор, и по правой стороне вы окажетесь перед особняком Мятлинг. Этот дом, вы его сразу узнаете, на нем сейчас есть табличка, этот дом стал родиной первого института современного искусства, того института, который сменил традиционную академическую систему. Дело в том, что до революции художники-авангардисты, в общем-то, не признавали особенно таких классических художественных институтов, и говорили о том, что в академических болотах квакают Венеры, и не признавали и саму систему обучения, и саму иерархическую систему, которая была развита в академии. Как вы знаете, она была основана на изучении натуры обнаженной, на ее рисовании, на академическом рисунке, и, конечно же, прежде всего, вся академическая система была, и как бы картина, мадам картина, как ее потом назовет однажды Илья Кабаков, была основана на рассказывании истории. Вот художники в начале века, они отказались от этой истории и нашли что-то невероятно новое, свое, что до сих пор привлекает внимание современных художников, в том числе Либул. Его знаменитый Государственный институт художественной культуры существовал в этом доме, как раз недалеко от Манежа, где проходит выставка Либул. И там его директором был Казимир Малевич, там преподавали Владимир Татлин, Михаил Матюшин, Павел Мансуров. И вы видите, например, вот в этом пространстве Генхока был даже показан супрематический ордер. Но ордер, вы знаете, что это понятие из архитектуры, и имеет отношение к сложению системы архитектурной, но здесь он является супрематическим, именно потому, что здесь представлены супрематические работы Казимира Малевича, и в том числе его знаменитые архитектоны, которые оказались для Либул очень важными. Еще одно место, которое очень близко и которое не существует, но в культурной памяти ничего не пропадает, и поэтому если так же, как несмотря на то, что мы не можем, скажем, отправиться вот сразу сейчас на Луну, но тем не менее мы знаем, что на Луне побывал человек, и даже если его след там не сохранился, тем не менее вот в нашей культурной памяти это не всегда останется. Так же, как когда будет возможный полет на Марс, то первый шаг человека на марсианскую поверхность, он всегда останется как бы следом человеческой памяти. Вот недалеко от Манежа, где представлена выставка Либул, на улице Декабристов, а раньше она называлась Офицерская, находился Лунопарк. Сейчас он не существует, но в этом Лунопарке состоялась премьера первой футуристической оперы «Победа над солнцем», которую создали Михаил Матюшин. Он слева, он являлся автором музыки, он был другом Малевича, и у нас в городе существует замечательный музей Петроградского авангарда. Как раз в доме Матюшина он находится на Петроградской стороне. В середине, в центре, стоит Казимир Малевич, который делал декорации костюма для этой оперы. И смотрит на нас, и держит в руках сборник той, литографированный, поэт-футурист Алексей Крученых. Вот вы видите либретто, оперы Крученых, музыка Матюшина, ну и декорации, в частности, та, что на обложке Михаила Матюшина. Это была такая афиша Лунопарк. Видите, «Победа над солнцем» состоялась, была показана всего дважды, она вызвала очень такие скандальные отзывы. И впоследствии Бенедикт Литшиц, который оставил воспоминания, книгу воспоминаний «Полутораглазый стрелец», как раз говорил о том шокирующем воздействии этой оперы за счет новой музыки, за счет футуристической поэзии, но прежде всего за счет, конечно, невероятных костюмов Кадемира Малевича и того факта ярких, не похожих на обычные театральные костюмы и того факта, что, помимо всего прочего, во время постановки еще использовался сильный свет прожекторов, который выхватывал фрагменты этой постановки, то есть, в общем-то, так же, как это делали не в театре, а в кино. И вот одна из... во время как раз одного из дымов так назвали действия, кстати, вступление к опере «Победы над солнцем» написал Велимир Хлебников, Будетлянин, гениальный поэт, и вот в пятой картине как раз появляется знаменитый черный квадрат, но он еще не является, собственно говоря, тем черным квадратом, который мы знаем, а он разделен на две части. Тринадцатый год был вообще невероятно важным для искусства русского авангарда, и именно благодаря вот этой опере «Победы над солнцем», о которой потом Малевич писал в своих письмах своему другу Михаилу Матюшину, который создал музыку для оперы «Победы над солнцем», он писал, что вот во время работы над этой оперой у него появились очень важные идеи, и они еще потом получат свое развитие. И вот знаменитый совершенно революционный поворот в искусстве, который ознаменовался появлением супрематизма, беспредметного искусства, именно идея супрематизма и беспредметности зародилась у Малевича в тринадцатом году. В тринадцатом же году была издана и не только эта, но продолжали издаваться книги, так называемые литографированные футуристические книги. Вы видите опять здесь Алексея Крученок, который писал в «Гибраэта «Победы над солнцем». В тринадцатом году вышел сборник «Поэтический взорваль». И в этом сборнике, как сам Крученок говорил, он использовал своей поэзии сдвиг. То есть футуристы и поэты, и художники, они старались обновить язык и обновить изображение. Мир изменился. Они считали, что в связи с тем, что мир стал миром невероятных скоростей, то невозможно его уже изображать по-прежнему. И скорость стала одним из действующих героев, художников, но одновременно она как бы побуждала к тому, чтобы по-другому создавать изображение. Вот здесь вы видите литографию Малевича, которую он сделал в качестве иллюстрации. Он сделал две такие вкладки иллюстрации. Книги Крученок взорвает «Смерть человека» одновременно на аэроплане и «Железные дороги». И эта литография представлена на выставке Либу в рамках русского раздела, который осуществляет связи между тем, что делают художницы, и теми идеями, теми веяниями, которые ее вдохновляли. Вы видите здесь инсталляцию Либу, которая называется «Город Солнца-2». Это так называемая инверсивная инсталляция. Ее невозможно передать на картинке. И инсталляция – это вообще такой выход в трехмерное пространство, которое требует присутствия зрителей. Да, конечно, мы по репродукции в любом случае не можем понять и оценить произведение искусства, но хотя бы мы можем как бы по размеру представить соразмерность произведения нам, как зрителям, и в конце концов мы можем рассматривать альбомы по искусству. А вот инсталляция, она как раз предполагает наше непосредственное участие. Более того, она предполагает наш проход и путешествие по этому пространству. Либу во время конференции говорила о том, что для нее крайне важно создавать свои произведения. Вот вся эта выставка – это такое путешествие. И когда вы оказываетесь в этом пространстве, который расположен, этот «Город Солнца», расположенный в нижнем этаже манеже, вы отправляетесь в одиночество, в это путешествие, и у вас могут возникнуть ассоциации, но они обязательно очень личные и очень свои. С одной стороны, нельзя забыть слова художницы, которая говорила о том, что для нее очень важным оказалось вот такое впечатление, «Город Солнца», когда она летела на Токио ночным. И это было как раз во время трагедии с атомной станцией в Токио. И вот эта вот, скажем, и красота, и хрупкость мира ее поразила. И действительно, если мы, так сказать, поднимемся, немножко сверху представим, то эта инсталляция, нам кажется, напоминает такой план города сверху, который мы раньше, в прошлой жизни, взлетая или совершая посадку, могли увидеть. С другой стороны, эта инсталляция как бы не представляет городские, определенные городские кварталы, а она разделена на фрагменты, она дробится, как кусочки льда, и вот эта вот раздробленность и одновременно стеклянная поверхность заставляет нас задуматься, заставляет нас представить вот какой же мир. Если еще в начале века для художников начала века мир представлялся цельным, то сейчас от этой цельности не осталось и следа. Сейчас он кажется нам раздробленным. Если мы даже пытаемся уловить свое отражение, ну, потому что это циркальная поверхность, мы все равно не можем этого сделать, все равно оно рассыпается. Ну и третий важный момент, почему же это город Солнце? Ведь город Солнце, это Томмазо Кампанелло, его написанный текст в 1602 году, написанный в заключении, где он попытался представить идеальный город. Этот город был центрирован, в центре находился купольный храм, он был окружен такими круговыми стенами. Эти стены должны были служить образовательным целям и обучать людей, рассказывать им истории. Кстати, считается, что Ленин, когда он решил создавать сразу после революции декрет издал о создании плана монументальной пропаганды, то есть о замене старых, как там писались, идиотских памятников новыми, памятников царям и генералам царским, памятникам революционерам, то Кампанелло стал одним из героев этого плана монументальной пропаганды. И одновременно считается, что вот сам этот Ленинский план, он берет начало в этой образовательной функции стен, которые окружают город Солнце Кампанелло. Вот вы видите ваше погружение в это пространство, которое, конечно же, надо испытать. И вот эта темнота, это не город Солнца, а, собственно говоря, победа над Солнцем, она тоже очень оказывается созвучна Петербургу и тому месту, где приземлилась до января месяца Ли-Бу и ее выставка. И не только потому, что это самое темное время года, ну, конечно, мы не за полярным кругом находимся, тем не менее, вы знаете, что день все сокращается и сокращается, поэтому действительно наш город Солнца, он темен, но и потому, что с солнечными затмениями и с этой вот идеей частичного солнечного затмения были связаны работы художников русского авангарда и, в частности, вот с частичным солнечным затмением, которое состоялось в апреле 12-го года. Дело в том, что художники являются невероятно отзывчивыми. Один из философов, французский философ Женделюс назвал художников докторами и пациентами нашего времени. То есть они страдают больше, чем мы, потому что они более чувствительны, но они также являются докторами, потому что они лечат нас, то есть как бы врачуют наши печали, наши невзгоды. И вот, парадоксальным образом, вот это частичное затмение, оно, собственно говоря, нашло свое воплощение в работе Казимира Малевича, композиции с Джокондой, частичное затмение, которое вы можете видеть в корпусе Бенуа, в стенах Государственного русского музея. Это вообще очень значительная работа для Малевича в процессе обнаружения и в процессе, собственно говоря, рождения вот этого нового мира искусства, супрематического, беспредметного мира. Потому что здесь вы видите такие геометрические формы, которые как бы не имеют отношения к никакой конкретной форме. То есть считается, что вот эти прямоугольники белые, черные, что этот треугольник синий, например, что они как бы являются проте-супрематическими корнями. Также в центре вы видите репродукцию Джоконды, и она перечеркнута художником как, собственно говоря, символ того искусства, которому он противостоял, с которым боролся и от которого отказывался. Классического искусства, искусства изобразительного, искусства представляющего мир. И еще один важный на то, что Джоконда не случайно появляется на работе Малевича, потому что незадолго до этого, за несколько лет до этого Джоконда стала как бы первой медиа-иконой 20 века, потому что она была украдена из гора, потом ее, к счастью, нашли и вернули в стены музея, но ее изображение разошлось по всем газетам. Еще одна точка на карте города Петербурга, которая является крайне важной для Либул и для того, чтобы понять, почему ее искусство так важно здесь, и опять же повторю, почему это летающая тарелка или космический корабль с произведениями Либул, или лучше стоять дирижабли, приземлились здесь. Это дом Адами, который известен еще был в советское время как дом Лена Нега, который одной стороной выходит на Марсово поле, а другой стороной выходит на Мойку. И вот в этом доме в беле этаже, вот там, где есть такие балкончики, расположилось в начале века бюро добычное, она была меценатом, и она как бы предоставляла и разрешала художникам делать там свои выставки. И именно там состоялась самая знаменитая выставка 20, а может быть 21 века, которая называлась, видите, по адресу Марсово поле 7, последняя футуристическая выставка картин 010. И вот вернисаж состоялся 19 декабря, открытие 20-го, на вернисаж надо было, чтобы попасть, заплатить рубль, на открытие 50 копеек. Эта выставка как бы была, оказалась настолько важна именно потому, что благодаря Казимиру Малевичу изменилась и его, изобретенному им супрематизму, изменилась картина мира. Дело в том, что художники, как вы знаете, отличались по стилям, направлению, по форме письма, по материалам, но, по крайней мере, в классической традиции они представляли мир, представляли мир, который мы могли бы сопоставить с миром реальности, который мы могли бы узнать. А вот революция, которую совершил Казимир Малевич и впервые представил свои произведения в декабре 1915 года на выставке на Марсовом поле 7, она заключалась в том, что в его супрематических композициях вы не можете их сопоставить ни с чем известным. Вы не можете сказать, что черный квадрат знаменит, черный квадрат, который висел в углу, как икона, был повешен специально, конечно же, намеренным Малевичем, что он является дверью или окном, хотя иногда символически его так и называют. Эти супрематические формы, геометрические, они летят в таком безвоздушном белом пространстве, они цветные, они написаны на белом загрунтованном холсте, потому что белый холст, он одновременно является и как бы нулевым пространством, потому что ничего не изображает белый холст, и одновременно он представляет бесконечность, потому что в этой бесконечности, конечно, и парят эти формы. Эти космические сравнения возникают не случайно, потому что Малевич сам писал о том, что его новые супрематические формы не имеют ничего общего с земными формами. Он также писал о том, что хорошо бы запустить спутник, и он одним из первых использовал слово спутник для обозначения искусственного тела, которое вращается вокруг Земли. Он говорил о том, что он оставил дом, как изъеденный шашлями. Для него была характерна такая космическая точка зрения. Еще до реальных полетов художнику удалось как будто бы оторваться и посмотреть на Землю сверху. Хотя, когда вот открылась эта выставка, его товарищи не были с этим согласны, не все были согласны. Он написал супрематизм в живописи в последний момент, потому что его ученики, его коллеги, они отказались называть свои произведения супрематизмом, поэтому он написал это от руки. И вот написан супрематизм в живописи Малевич. Супрематизм, конечно, оказал огромное влияние на все искусство XX века и не только на искусство XX века, но, можно сказать, на то, как мы живем, на весь наш способ жизни. Тут я сошлось на замечательного специалиста по Малевичу Александру Шацких. Александра Шацких неоднократно говорила и писала в своих книгах о том, что невозможен был бы никакой интерфейс современный. Вообще представление об интерфейсе мы не могли бы пользоваться компьютером, нашими вот этими телефонными компьютерами, если бы не было Малевича, если бы не было супрематизма. Потому что в таком случае мы смогли бы достигнуть вот такой степени абстрагирования. А только степень абстрагирования представленной Малевичем в 1915 году, в конце концов привела к тому, что вот система знаков, которой мы пользуемся, наш, так сказать, современный интерфейс наших девайсов, он стал для нас понятным и привычным. Для творчества Желебу, безусловно, как для многих художников очень важно супрематические композиции Малевич, но для нее также невероятно важны его архитектоны. Вы видите сейчас архитектон Альфа 1920 года, который находится на постоянной экспозиции Русского музея Корпуса Бенуа. Это один из самых драгоценных архитектонов. Он сохранился прекрасно, полностью, и вы его, отправившись в музей, можете увидеть. Опять же, таким контекстом для творчества Лебу и влияния на ее русского авангарда является весь наш город и патографический, благодаря тем произведениям, которые находятся на постоянных экспозициях. Эти архитектоны Малевич начинает делать в 20-х годах, и они, собственно говоря, становятся таким вот после перерыва в творчестве, который наступил, потому что была революция, потому что Малевич организовал новые революционные институты, потому что он уехал со своими студентами в Витебск и создал там навис супредительного его искусства, но и потому, что он занимался очень активно созданием своей теории прибавочного элемента, потому что сделать такое невероятное открытие, открыв беспредметную живопись, он до беспредметного искусства должен был его описать, он должен был его объяснить. И эти годы он также очень активно создает теорию, как из искусства конца 19-го, начало 20-го века появился супрематизм. Почему? Прибавочный элемент это тот элемент, который позволяет одну систему перевести в другую. Вот архитектурно это был выход супрематизма, трехмерный объем и в такие модели, которые напоминают с одной стороны архитектурные модели, а с другой стороны являются такими трехмерными объектами, формами, которые невероятно важны для современного искусства. Эта модель, смоделирование стала невероятно популярна где-то с конца 70-х годов 20-го века. И не избежала этого любого, мы увидим сегодня тоже ее объекты и ее модели. Художники-авангардисты не делили жизни и искусство, вернее они пересекали и преодолевали эту границу между жизнью и искусством. Это означает, что разделение, которое было характерно для предшествующих периодов между так называемым прикладным искусством и высоким искусством, не то чтобы совсем изменилось, но художники после революции, они, в частности Малевич, его ученики Николай Суетин и Илья Чашник, они отправились на бывший императорский фарфоровый завод, потом он стал ленинградским фарфоровым заводом, а сейчас опять стал императорским фарфоровым заводом для того, чтобы поработать с теми формами, которые являются формами повседневной жизни. И, в частности, на выставке Либу вы сможете увидеть этот супрематический фарфоровый чайный сет, созданный по модели Малевича. Вы видите, что супрематические формы становятся формами повседневными. Почему это происходило? Потому что художники создавали нового человека, его создавала не только идеология, не только книги, а всё, одежда, в создании прозы одежды принимались участие художники, чашки, из которых вы пьёте чай, дома, бани. То есть всё должно было поменять свою форму. Потому что вот этот новый человек, который пришёл после революции, он должен быть другим, и художники питали надежду, что, изменив вот эти внешние формы, формы повседневности и формы быта, они смогут изменить и самого человека. Вообще-то, наверное, это неплохая идея. То есть если мы, скажем, находимся в каком-нибудь прекрасном пространстве, в каких-то развивающихся как бы нового типа одеждах, если вот мы действительно в каждую минуту и каждую секунду как бы проживаем такую новую жизнь, по-видимому мы тоже должны измениться. Но, конечно же, эти утопические как бы идеи оказались, увы, им быстро пришёл конец вместе со сталинскими репрессиями, которые коснулись в том числе и художников. Для Либу она хорошо знает творчество Владимира Татлина, Казимира Малевича, Александра Родченко. Для неё, для Либу вот в процессе работы над этим проектом одним из важнейших фигур стал знаменитый советский архитектор, хотя ему удалось реализовать всего одну работу как архитектору действующему, Иван Леонидов. Вы видите сейчас часть экспозиции, а вот мы видим его работу из проекта «Город солнца». Называется «Памятник последнему солдату, погибшему на последней войне». Леонидов начинал в 20-е годы, он учился у Александра Веснина. В 27-м году он сделал проект, который принёс ему славу, и я позволю себе сюда сейчас приснуть, а потом вернусь. Это проект Института Ленина в Москве на Ленинских горах. Это его выпускной проект, но он совершенно поразил и экзаменаторов, и не только, когда он был опубликован, к нему неоднократно обращались. Этот проект остался неосуществлённым, но считается, что этот и другие нереализованные проекты Ивана Леонидова оказали влияние на выдающихся архитекторов 20-го века, на Оскар Немера, на Ле Кребюзье. И вот в этом проекте оказались, нашли своё воплощение те принципы беспредметного искусства, которые утвердил за 12 лет до этого Казимир Малевич. То есть, что вы видите, на что обычно обращают внимание исследователи, что в этом проекте нет посадности. Это Институт Ленина, это библиотечный институт имени Ленина. И вы видите вот этот шар, сфера. Там должны были располагаться аудиторные залы, аудитория для лекций. Вот большое вытянутое вверх пространство – это книга-хранилище. Вокруг были, так сказать, то, что называется сейчас кампусом разбросанные. И этот проект остался нереализованным, но его смелость, его красота и его, в общем-то, возможность технической реализации, она оказала очень большое воздействие. Но в 1930 году, когда она началась раньше, в этот момент она усилилась, борьба с формализмом, Леонидов превратилась его фамилия в такую назидательную. И в статьях начали писать о Леонидовщине. Леонидовщине, что означало формализм в архитектуре. И, конечно, это было концом для самостоятельной работы архитектора. И он работал в группах других архитекторов, работал в группах по созданию новых городов, но самостоятельные уже задания ему не позволяли делать. И вот именно в этот момент, в 1930-х годах, некоторые исследователи считают, что он задумал такой утопический проект, который назвал городом Солнце. Хотя это слово он не употреблял, но его сын Андрей Леонидов говорил, что отец не расставался с Томазом Панелло книжкой «Город солнце». И это был город солнце. Но само название город солнце появилось у него в 1942 году, когда во время боёв под Воронежем он участвовал в Великой Отечественной войне. Вот во время этого ада военного он записывает, как бы делает рисунки, которые потом воплотились в таких произведениях, которые представляют, с одной стороны, архитектурную утопию, а с другой стороны, как сказала на открытии директор архитектурного музея имени Щусева Елизавета Лихачёва, они, собственно говоря, иконы. Потому что они написаны темперой, они написаны на фанере. Вот эта фантазия как бы памятника последнему солдату, погибшему в последней войне. То есть, когда приходит военный ад, конечно, и писатели, и художники думают о том, что человечество, наконец-то, должно получить урок и не понять, что это невозможно, эта война, если она происходит, она должна быть последней, то есть её вообще не должно быть. Среди этих проектов не только такие иконного типа произведения на написанные темперы, но и находящиеся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева такие гуаши и акварели. В городе солнце одним из важнейших символов был такой круглый светящийся шар. И этих проектов, рисунков достаточное количество. И считается даже, что вот эти идеи, воплощённые в фантазиях архитектуры Ивана Леонидова, они потом оказали большое влияние на мировую архитектуру. Хотя одно время я не был забыт, потом его опять вспомнили. Сейчас опять же начинается новое возрождение интереса к нему. Он считал, город солнце должен был располагаться где-то на основах Индийского океана. Это совершенно новая типа архитектуры, конечно же, во многом символическая. Возможно, что-то невозможно было реализовать. Конечно, как многие говорили, что в тот момент великому архитектору у него не было возможности создавать реальные архитектурные проекты. Это город солнце, он был для него выходом его фантазии. Но вот что удивительно, что город солнце обрёл в процессе создания этого проекта Лебова в Манеже ещё одного из своего искреннего почитателя. Это художница Лебова. Она даже во время пресс-конференции сказала, что настолько близок стал Иван Леонидов с его идеями гуманистическими, с его этой новой формой. Уже понятно, что утопической фантазией, которую, может быть, он надеялся, он понимал, что невозможно реализовать. И работой из города солнце, они обрамляют город солнце 2, тот тёмный город солнца, который вы найдёте в нижнем этаже Манежа в городе Петербурге. Вот я специально так расположила этот проект Леонидовой. И вид выставки Лебу в Манеже, где вы видите этот такой воздушный шар, которые были невероятно популярны как минимум на протяжении 19 века, ещё до появления дирижаблей и цепелинов. И этот воздушный шар, как раз этот шар, он был частью её большой инсталляции, желание быть уязвимым. Вот ещё один проект, который оказался очень важным для Лебу, который она сразу приняла как очень близкий ей и родственный, это проектная модель так называемых круглых бань. Эти круглые бани существуют, но они выглядят совсем по-другому сейчас. А вот архитектор Микольский вместе с Демаковым, Гальпериным и Трестиным предложили сделать вот такой новый тип общественных бань, потому что ей влияние взялось большое внимание. Во-первых, потому что новый человек, он работал, и поэтому он должен был сказать по управлению клиента, он должен был заниматься спортом. И этот проект был совершенно невероятным. Видите, вот из кабинок вы приходите в эту чашу бассейна, сверху стеклянный купол, солярий должен быть. Вокруг эти бани должны были быть окружены парком. То есть проект общественного пространства, который, собственно говоря, не направлен на роскошь, а на то, чтобы дать человеку развиваться, в том числе связанный с уважением и с его личностью, и с его физическим как бы развитием. И вот этот макет из научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, которую вы можете видеть на выставке, Либу с огромной радостью, как бы почувствовав близость, приняла на свою выставку как точку не то чтобы сходства, а как точку взаимодействия. Еще один художник-архитектор 20-30-х годов, который оказал на Либу большое влияние, который представлен на выставке, это архитектор Яков Черников, который создал целую огромную серию рисунков, которые были напечатаны в таблиц основы современной, который назывался «Основы современной архитектуры 1925-1929 годов». И в этих основах современной архитектуры там архитектор обсуждает то, как создается объем здания. То есть, опять же, отказ от фасада как такового, от фасадности, который нам всем так хорошо знаком в нашем классическом городе Петербурге, а переход к взаимодействию структур и к динамизму. Цирк-стадион, который меняет свои функции в зависимости от того, что там происходит, и который как раз работает с такой круглой формой, которая становится невероятно динамичной, но и просто динамичной, она еще является функционально динамичной. Либул также свойственны макеты и модели. Она делает отдельные объекты, но также макеты и модели тех инсталляций, которые она создает. Вот здесь вы видите в вечернем цвете ее бункер, который она назвала бункером Михаил Бахтин. Да, это наш Михаил Бахтин, русский формалист. Михаил Бахтин, в творчестве которого и в идеях которого для Либулы невероятно важна идея разноголосия, то есть многоголосия. Многоголосия Бахтин также известен как автор, невероятно популярный, начиная с второй половины XX века, идея, которая была развита в основном и в филологии, и в культ-калчуровом статус, культурных исследований, которые я называю как бы идея карнавала или переворачивания. Когда определенный порядок жизни прерывается, это совершенно необходимо, и он может существовать только в том случае, если возможны исключения. для Либулы также очень важно творчество художницы Александра Экстера. Александра Экстера начинала с кубизма, которым она была невероятно увлечена, и на выставке в Манеже вы можете увидеть ее работу 2013 года, но также она много работала с театром, она делала костюмы, и она также работала в кино. Например, она сделала вместе с Одеждой Ломановой костюмы по знаменитому фильму Якова Павлазанова «Аэлита королева Марса». Поскольку сейчас у вас есть вечернее время, если вдруг кто-то не видел, то я вам очень рекомендую этот фильм посмотреть. А на выставке представлена эскиз, эскиз занавеса Ромео Джульетта, режиссера Таирева, постановка, которая была осуществлена в Государственном театре в Москве в 1921 году. И вы видите, что занавес не является более, скажем так, тоже изобразительным, он не дает представления о какой-то эпохе, а он дает представления об общем орнаменте и ритме времени. Но казалось бы, что да, полетели аэропланы, дирижабли, помчались автомобили и поезда. Конечно, мы можем сказать, что по сравнению с современностью в начале века, в 10-20-х годах скорости были не такими же большими. Но все как бы можно, все познается в сравнении. И поэтому представить себе человека, который пересел как бы с лошади на автомобиле или вдруг впервые смог оторваться от земли, это была настоящая революция. Это было изменение взгляда на мир. И художники это почувствовали. И вот это ощущение нового мира изменилось в способе как бы представления мира. как мы уже сказали, наиболее радикальный шаг сделал Казанир Малевич с его беспредметным искусством супрематизмом. Но Александра Экстер, она создавала в частности работы, кубистические работы, которые как бы изменяли картину мира. мира, который был совершенно как бы его встряхнули. И уже невозможно как в калейдоскопе было собрать по-прежнему. Вот вы видите здесь кадры из кинофильма, о котором я вам говорила, о элите королевы Марса Протазанова. вот этот мир, который изменился, мир, который не стоит на месте, мир, который бесконечно умножается, мне кажется, нашел свое воплощение в работе Рейбо, у которого нет названия, но в рамках, собственно говоря, но говорится в скобках о том, что это про бесконечности. И в этой работе, ее невозможно опять же передать, я бы сама ее попыталась сфотографировать, но она связана с системой бесконечных отражений. И вот эта система бесконечных отражений порождает очень футуристический взгляд на картину мира. Вот футуристы для того, чтобы представить, как движется велосипедист, бежит собачка или бежит человек, они изображали, например, велосипеды не два колеса, а там шестнадцатые, потому что в движении мы каждый раз видим колесо по-разному. У собачки тоже много ног, потому что она все время их переставляет. Вот опять же в Музее находится работа Натальи Бельчарова и велосипедист, где вы увидите, что велосипедисты не две ноги, а гораздо больше, не два колеса, а гораздо больше, потому что это был способ передать движение. Вот любой, которая обращается к этому бесконечному повторению движения, но она уже не является художницей футуристской, она по-новому переосмысливает это движение сегодня, которое становится бесконечным, потому что сегодня оно еще является и зацикленным, и записанным. Либо напрямую обращалась и обращается к творчеству русского авангарда и конструктивизма. Вы видите, вот в этом объекте он называется как раз стадии изучения русского конструктивизма, и в этом объекте вы видите форму, прежде всего, но для русского конструктивизма важна была функциональность формы. В этой форме вы видите функциональность нахождения самой формы, ее особенности. Хотя одна из моих знакомых, которая большим вниманием относится к вещам прошлого века, то есть советского, вдруг сказала, что этот объект для русского конструктивизма ей напомнил советские календарики. Были такие маленькие календарики, если вы увлекаетесь коллекционированием, то, возможно, они вам знакомы и они действительно были там металлической у них была основа, но, что удивительно, она, да, я подумала, что она действительно права, потому что вот эти советские вещи очень многие, хотя конструктивизм так сказать запретили, о нем не упоминали, художников препрессировали, не давали им показывать работы, в музеях украли в запасники, но, тем не менее, очень многие идеи конструктивизма перешли в повседневность, и появилось очень много объектов, которые вы можете увидеть в музеях дизайна или на экспозициях прикладного искусства, которые эти идеи отражали. У Либур происходит уже третий период, это как бы получается такой конструктивистский объект с воспоминанием о его функциональности, но главное его функциональном качестве становится не то, что он может за счет своей функциональности превратиться, скажем так, во что-то полезное быть использован, а само его эстетическое свойство. Мы переходим к следующей инсталляции Либур. Вот то, как эта инсталляция «Желание быть уязвимым» была показана на Сиднейской биеннале в Австралии в 2016 году. Вы видите, в центре там это был такой огромный ангар в Сиднее, и в центре летит бережабль, а внизу вы видите такие флаги. Это флаги не то бывшей какой-то мировой выставки, не то циркового представления, там же был вот этот воздушный шар. И эта инсталляция была специально адаптирована, сделана специально измена по размерам для Манежа. И надо сказать, что Манеж это действительно единственное пространство в городе, которое позволяет показать как бы очень масштабные инсталляции, которая обладает двумя большими этажами, и большим вестибюлем, который позволяет такие объекты показывать. Вот вы видите вход на выставку, утопия спасённая. Все фотографии, которые будут из Манежа, все сделаны Васильевым вылетают из работы советского художника Василия Купцова, из работы 1933 года, которая называется «Бережавных». Вот вы видите, он вылетает из этой утопии, полетит, и мы сейчас оказались о работе Василия Купцова. Вот так она висит на стене, она большая, манежа она не кажется такой большой, но когда вы видите, вот я ее видела в Москве на двух прекрасных выставках, и там она просто поражала своей грандиозностью. Итак, «Бережавли» Василия Купцова. Конечно же, 20-30-е годы это было время увлечения «Бережавлями», потому что тогда было такое представление, что «Бережавли» это самый надежный, самый комфортабельный и самый дешевый способ, чтобы перемещаться по планете Земля. То есть в атмосфере. За атмосферу, конечно же, многие планировали, как и дешевый грандиозный Силковский, например, вырваться, но все-таки для реальных путешествий предполагали, что это будет еще предел известной атмосферы. И действительно, «Бережавли», как вы понимаете, они обладают большим объемом. Они могут быть комфортабельными. Они, в принципе, они требуют таких затрат. И они были гораздо более безопасны, чем аэрофаны, которые там внизу летят, вы их видите, для перемещения. Но с заряжателями случилось сразу несколько катастрофов. В частности, вот такой катастрофе, одной из самых крупных катастрофов, посвящена инсталляции для него желание быть узнан. Но пока мы вернемся к Васильеву Калугу. Он вообще был очень увлечен воздушным флотом, дирижаблестроением, дирижаблями. И у художника даже была идея написать картину, посвященную Целуковскому. У него даже название было «Стурм неба». И он ездил к Целуковскому в Калугу, но не успел. Он чтобы создать эту работу поднимался неоднократно и на аэроплане, и на аэростате, в небо. И написана эта картина очень тщательно. Написана она тщательно еще и потому, что Куцов был учеником Павла Филонова. Павел Филонов, подающийся художник, гордист российский, который создал такой метод аналитического искусства. Аналитическое искусство, а картина своей называлась сделанными картинами. То есть, у Филонова каждый квадратный сантиметр картины это сделанная картина, то есть, ее можно рассматривать как отдельную картину. И поэтому, когда вы окажетесь в Маниже, я надеюсь, что вы окажетесь или уже побывали, обратите внимание, как тщательно выписан каждый, собственно говоря, каждый фрагмент этой работы. то есть, это мир, состоявший из каких-то отдельных частиц, атомов. Ну, каждый атом очень тщательно прописан. Второе. Одновременно, конечно, Василий Левецов не мог избежать от влияния Малевича. И это влияние тоже видно в его композициях, особенно видно в его телях аэропланы. И третье, как человек уже технической эпохи, для него оторваться от земли уже было не символическим, не только символическим действием, но и буквально. И поэтому у него появляется вот эта новая небесная точка зрения. Василия Курцова, к сожалению, была очень несчастливая судьба, потому что в 30-х годах начались преследования авангардистов, их учеников. Он был учеником Филонова. К нему пришли представители МКВД и провели у него обыск. Он понял, что ему грозит арест, и не в силах этого выдержать. Он повесился, оставив записку. Об этом была настоящая трагедия, об этом ужасном ужасном трагедии, об этом ужасе. То есть, несмотря на то, что эта картина кажется такой оптимистической, и несмотря на то, что это было время утопии, когда художники создавали новое будущее, создавали нового человека, и в это новое будущее верили, тем не менее, очень часто их судьба складывала трагически. И вот этот, если мы вернемся, это, как бы, это расстояние между этим дирижаблем Курцова и дирижаблем Либу, оно является как бы расстоянием, ну, собственно говоря, фактически почти целый век. Ну, меньше, получается, меньше еще 90 лет. Это отношение к утопии сегодня. Утопия, когда существовала еще в начале XX века вера, что новый мир можно построить, и уже начало XXI века, тогда у нас от этой веры уже ничего не осталось. Мы не верим в то, что мы можем построить новый мир. Но у нас есть такое меланхолическое воспоминание о том, что у кого-то такие надежды были, и также это не просто воспоминания, а это воспоминания о той трагедии, которая, собственно говоря, послужила как бы источником для художницы и для того, чтобы создать эту работу. Эта работа «Желание быть уязвимым» казалось бы, такое как бы странное название «Желание быть уязвимым». Связано с тем, что она была вдохновлена и как бы мотивом таким изначальным для создания этой работы послужила катастрофа дирижабля Генденбург. Тогда это был самый крупный дирижабль, немецкий дирижабль, которая произошла во время его приземления на авиабазе Лекхерст в Нью-Джерси в США 6 мая 37-го года. Когда дирижабль, который должен был триумфально перетечь океан и приземлиться в Нью-Джерси, он при посадке загорелся. И эта трагедия, которая произошла с дирижаблем Генденбург, она, собственно говоря, положила конец дирижаблестроению как такой отрасли промышленности, перспективной отрасли, потому что стало понятно, что дирижабли не являются надежными и поэтому потеряли всякую надежду на них. Хотя в общем-то идея использования дирижабли, и, к сожалению, не только в мирных целях, об этом говорили не только ученые, не только изобретатели и художники, но и писатели-фантасты. Вот у Герберта Уэллса есть такой роман «Война в воздухе». Начинается он под Лондоном, этот роман «Лавочник» и его брат, который держит велосипедную лавку, живут себе тихой такой провинциальной жизнью в пригороде Лондона, недалеко от Хрустального дворца, и вдруг они видят, что начинают летать на каких-то воздушных шарах, а потом появляются дирижабли, и в итоге все завершается с ужасной трагедией, весь мир воюет, и целое плотилие немецких дирижабли сначала чудовищно разбомбило Нью-Йорк, и описывается не просто ужасающая картина того, как бомбят Нью-Йорк, а потом бомбили Лондон, бомбили Палишну, там уже встречаются эскадры, эскадры из Юго-Восточной Азии, и немецкая, и как раз Гердер Тойлс пишет о том, что с одной стороны дирижабли не очень поворотливые, и уязвимые, а с другой стороны, за счет того, что они могли с собой нести достаточное количество взрывчатых веществ, они представляли ужасную угрозу. В общем, в конце этого романа оказывается один из первых героев, который был очень молодым в начале, он внуку рассказывает о том, как раньше жили люди, что раньше были магазины, теперь их уже нет, раньше дамы и господа одевались, раньше они ездили на велосипедах, теперь их нет, раньше были такие дирижабли, их надевали глазами, теперь тоже этого нет, раньше были монорельсы, теперь их нет, и тогда внук, ничего не понимающий, спрашивает, а почему ничего нет? И дедушку ему говорит, потому что была война, а он спрашивает, а зачем они ее начали? То есть вот этот очень простой детский вопрос, который задается в конце этого романа, он оказывается невероятно существенным, но вот эта уязвимость и стала отправной точкой, хотя мы видим такую алюминизированную дирижабль Рибу, которая летит, отправной точкой для создания ее инсталляции желания быть уязвимым, которая представлена в Манеже, и одновременно через дирижабль строений, образ дирижабли, который был характерен, очень важен, и для 20-30-х годов советскую эпоху, также связывают ее и с русским авангардом. вы можете увидеть на выставке фотографии очень известного фотографа советского Якова Халипа, это дирижабли СССР и Б6, и вот это как бы желание завевать и воздушное пространство до катастроф, которые произошли, в частности, с дирижаблем Б6, казалось, что нет предела и невероятные возможности существуют у развития дирижабли, и даже в 30-е годы была целая компания, которая называлась Советское мощное дирижаблостроение, потому что журнала современная архитектура сломан теленгатором сделал, видите, такой плакат, и, кстати, дирижабли летит над магниткой, в проектировании которой принимал участие Иван Леонидов, который оказался очень близок к художнице Легу. На выставке вы можете также увидеть мотель дирижабли Константина Эдуардовича Целковского. Он, собственно говоря, до полетов в космос, был более известен как отец задирижабли строения, а не космонавтики, потому что только когда космонавтика стала реальностью, вот тогда собственно и вспомнили Целковского, его идеи, его формулу Целковского, которая сделала возможным преодолеть силу тяжести и отправить ракету сначала авто на ракету с человеком в космос. Но до этого, и особенно в советское время, его очень ценили как создатели моделей дирижабли с цельнометаллическим корпусом. Целковский считал, что те дирижабли, которые существовали в конце 19 века, они очень уязвимы, потому что они либо мягкие, они из ткани сделаны, либо полужесткие, они могут загораться, их можно порвать, и он предложил цельный металлический корпус. Он даже предложил царскому правительству, но его идею не приняли. в 12-14 году он возил свои модели в Петербург, здесь их показывал, и вот в частности на выставке одна из таких моделей представлена. Но именно с приходом советской власти на него обратили внимание, надо сказать, что то, что он занимался дирижабами, послужило как раз поводом к тому, что ему выделило правительство советскую пенсию, которая позволяла ему собственно говоря выжить, и оказывало содействие. Даже в 18-м году, когда он попал в тюрьму НКВД, его спасло именно то, что он занимался дирижабами, и его отпустили. И Целковский мечтал создать свой дирижабы, но долго не как бы, чтобы идея его дирижабля была реализована, он вообще думал создать дирижабль в два раза больше подъема, чем дирижабль Гинденбурга. Но за год до его смерти он писал контракт с дирижабльстроем, который был создан специально для создания дирижаблей. Но к 1935 году, когда он уже умер, создали модели, ее как-то повредили при испытании. Ну, в общем, к сожалению, создание настоящего модели не состоялось, но Целковский всегда привлекал художников, ученых, писателей. Он вообще был невероятно притягательной фигурой, и до сих пор он оказывает влияние на многих современных художников, в частности, на художников московского концептуализма, например, таких, как Елена Елагина и Игорь Макаревич. Вы видите, опять же, дирижабль Целковского по виду на выставке. На первом плане вы видите модель, макет, макет инсталляции Любун, мои большие повествования. Кажется, звучит немножко новко. Мои большие повествования, мои большие рассказы, но Любун работает не только с пластическим материалом, она очень много работает с теми идеями, которые появляются в современном мире. И вот для тех, кто знаком с современной философией или увлекается современным искусством, то, конечно, знакомо такое понятие, как большие рассказы и большие повествования. Это понятие вел французский философ Жан-Франсуа Леотаре, вел он его в 70-х годах, и он как бы заметил, что в конце 70-х годах, что в связи с изменением мира и развитием технологии, меняется и сама структура представления о мире, что невозможно больше рассказывать один большой рассказ. А что такое большой рассказ? Одиссея – это большой рассказ о мире. Потом любое типическое повествование, но не только, скажем, и физики, и химики, и математики, они рассказывают большую историю, потому что большая история включает в себя картину мира. и жан Фрунс Алиатар обратил внимание на то, что происходит изменение, что такие большие рассказы больше невозможно. Это было связано и с идеологией, и с технологией. С идеологией, потому что, несмотря на то, что еще в 70-е годы существовало две большие системы, социализм и капитализм, которые вели между собой борьбу, и все равно происходило подтачивание. Уже не было такого четкого противостояния, как оно было, но оно не было, скажем, таким жестким и безусловным, как раньше. Со стороны социализма понимали преимущество капитализма, пытались бы что-нибудь быстренько позаимствовать. И, конечно, со стороны капитализма тоже было понятно, что какие-то идеи социалистические, они вполне как бы правомерные, в частности, социальные обеспечения и прочее. И, с другой стороны, ведь конец 70-х годов это изменение в технологическом мире, как мы его знаем. Это, собственно говоря, начало прихода бигдата, это использование компьютеров, это, скажем так, пересчет мира. Вот мы сейчас, если бы мы жили в прежнем мире, что бы произошло. Я, например, или кто-то другой оказался бы в аудитории, там сидело бы, скажем, двадцать, сто или тысячи человек, и мы все непосредственно бы общались, и потом, может быть, кто-то это записал, или, может быть, не записал, но это было бы уникальное событие. наши с вами взаимодействуют, задали бы свои вопросы, я бы с вами лично познакомилась, постаралась бы на них ответить, а сейчас ни я, ни вы не знаем, что дальше произойдет. Конечно, будет существовать запись, она где-то будет в этой бигдате существовать, где-то летать, и какова его судьба, и что будет тоже не совсем понятно. То есть это повествование, даже если оно ведется от первого лица, распадается на много других. И каждый уже последующий человек, в частности, слушатель, который потом обратится через какое-то время, будет в зависимости от своих целей и настроения эту лекцию онлайн воспринимать. То есть фактически мы запускаем ее в никуда, в информационную пространство. Ловите, кто хочет, но тут уже нет какого-то такого диктата, лектора, который сидит в аудитории, или непосредственно общение ученика учителей, или лектора слушателей, а вот он распространяется в частности даже в лекции на весь мир. И вот, мои большие повествования к Лебу, эта идея ее инсталляции связана с тем, что она приписала личные как бы личные местоимения, как бы большие повествования, это большая история, которая, казалось бы, никому там лично не принадлежит, она стала ее личной историей в момент, когда эти личные истории рассыпаются. И этот момент очень важный, очень идеологический, потому что Лебу выросла в Южной Корее, но выросла она в тяжелое время, во времена военной диктатуры, и она выросла в семье диссидентов. ее мать была Левой, она была диссидентом, семья преследовалась, и вот это непопадание в идеологию и представление о том, как работают государственные машины, художницы очень хорошо знакомы, и может быть поэтому именно она так хорошо работает с утопами, представляя их нереализуемость, их, может быть, кровавый характер в некотором случае, о том, что как бы хотели, чтобы всем было хорошо, а что же в итоге получилось, и это делает, может быть, именно поэтому ее творчество такое созвучное нам тоже, но в частности мне, как человеку бывшему в советское время, и, соответственно, пережившему уже конец той утопии, в которой как утопической идеей не было бы, не было ничего плохого, но тем не менее. На выставке представлен макет, модель этой инсталляции, она большая, и в этом это тоже характерно, потому что вот эта модельность, она вообще характерна была для 20-30-х годов, внимание к моделям, потому что, если невозможно было построить, надо было создать модель, потому что создавали модель общества, модель нового мира, чтобы создать его, надо было увидеть. И обращение к моделям сегодня, оно с одной стороны означает обращение к искусству начала века, а с другой стороны показывать, что все модели остаются только моделями, одной из десяти или сотни возможных моделей. То есть у нас сейчас нет единого пути куда-то там светлое будущее или в ужасное будущее, скажем, или куда-то в прошлое светлое или ужасное, а у нас очень много многообразных, разнообразных путей. В этой модели вы можете заметить, если внимательно присмотритесь, еще одну модель. То есть внутри модели Либу, в моей большей повествовании находится модель башни Татлина, памятника третьего интернационала. Татлин, как и другой архитектор Бронно Тау, для Либу очень важны. И вот вы видите фотографию Татлина рядом с моделью своего памятника третьего коммунистического интернационала, который он сделал, кстати, в академии художеств в 19-м году. И эта башня на самом деле была архитектурным сооружением, четыре различных объема предполагались для различных функций коммунистического интернационала, третьего коммунистического интернационала, и должны были еще вращаться вокруг своей оси со скоростью, которая была соотносима со скоростью движения нашей планеты Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца и так далее. То есть с нашими естественными ритмами. Наклонный характер этой башни, которая совпадала, кстати, с осью, с наклоном земной оси, ее момент соотнесенности с миром. очень важный вид был, и появился не только в этой маленькой модели, которая в моих больших повествованиях, но и в других ее произведениях, в частности ее произведениях, которые она показала на последней медицинской регионале, которая называлась «Утренняя серенада». Я чувствую, как всегда, я думала, что у меня много времени, я вижу, осталось не так много, поэтому я пойду немножко быстрее, для того, чтобы оставить какое-то время, чтобы оставить вам время на вопросы. Для любого еще очень важно рисование, она сама говорит о том, что для нее рисование важно само по себе, и в то же время для создания моделей. Когда вы смотрите на эти работы, вы понимаете, что в них опять же есть отсылка к 20-м годам, к такому конструированию, к соединению различных плоскостей, вы видите опять вот сферу, которая характерна была и в 20-х годах, и для любого, или, например, рисование, которое связано непосредственно с созданием ее объекта. Вот, в частности, желание быть юзимым, вы видите целый ряд ее работ, вот одна из них коллажная, где наклеена из фольги сама форма ее бережабля, вот здесь рисунок бережабля, а там клеен кусочек той фольги, который должен быть создавать эту бережавлю. И еще одну инсталляцию, которую мы успеем посмотреть, это инсталляция, которая называется «Утренняя серенада». Утренняя серенада, это, собственно говоря, как песни возлюбленных, возможно, разделенных границ, возможно, разделенных между Южной и Северной Кореей. И в этой утренней серенаде у людей было включено несколько невероятных обращений к началу века, к 10-20-м, к 20-м годам. И в частности, вот эта вот прозрачная башня, башня, которая напоминает о памятнике нового закона немецкого архитектора Бруна Талта. Вот я показываю, как это выглядит в манеже. Здесь вокруг разлетаются какие-то лопасти. Это как фрагмент разлетевшегося на части дирижабля. Там такая дым-машина, которая создает такой эффект с одной стороны тумана, с другой стороны дыма, катастрофы, природного явления, мелькающие огоньки. А вот, пожалуйста, и башня Бруна Талта о памятнике нового закона. Это рисунок, который хранится в Беременской академии искусств, который он сделал в 23 декабря в экономии Рождества. И Бруна Талт очень известный немецкий архитектор, экспрессионист. Он работал очень много со стеклом. Он был вдохновлен, он считал, что стекло это один из способов создания нового человека. И вот архитектура стекла поможет человека изменить. Он был вдохновлен писателем, фантастом Фауэлью Шербартнику, проходил его, кстати, на создание стеклянного премьера, мы увидим. А вот эта серия, один из рисунков, который он сделал уже после Первой мировой войны, оказавшись в этом аду Первой мировой войны, он начал создавать рисунки воображаемой архитектуры. У него были рисунки альпийской архитектуры, когда он предложил, что все должны переселиться в Альпы. Я, в принципе, не против, там очень красивый воздух чистый. И там должен быть собор и дома, построенные в форме кристаллической самих гор. То есть горы как будто накрывались горами, потому что они были прозрачны. А этот памятник новому закону, вы видите, он тоже кристаллический, и он связан с именами величайших революционеров, начиная от строителей первого храма, заканчивая только что тогда, в 19-м году, убитого Карла Литвинта. И мы видим также его предыдущий стеклянно знаменитый прием, который не сохранился, который был сделан в 14-м году. То есть Бруно Таут, так же как Владимир Патвин, очень важен для любви, потому что она начинала не с архитектурных моделей, не с инсталляций, она начинала с перформансов своего тела, она создавала такие специальные, назвали бы их костюмы, которые появлялись на своих перформансах, но постепенно ее телом стали модели, стали пространства инсталляций, в которых она уже по-новому переосмыслила и представила свои работы. последние 15 лет работают с этими идеями, и вот опять же я сказала, Татлин для нее важен, для нее важны не только как бы для нее важны не только памятник, модель не сохранившуюся памятника третьего интернационала, но также для нее важны контрельефы Татлины, в частности вот это вы можете увидеть в русском музее, угловой контрельеф, который состоит из таких вогнутых плоскостей, для художника его выразительными средствами не стал какой-то узнаваемый образ, а само напряжение и способ его соединения, что было совершенно как бы новым для того времени. это второй этаж манежа инсталляции либо опять видите вот это без названия бесконечность умножающуюся футуристическую, вы видите эти флаги, которые остались от некоего события ныне присутствующего и ее инсталляция бионегатива либо которую я вот пока мне не удалось сказать, чтобы туда попасть, это инсталляция, которая бесконечно отражает образ человека вплоть до его исчезновения, то есть наконец-то наступило такое время, если модернисты стремились создать нового человека и как творцы настоящие как боги создать новый мир, то сейчас мы приходим к полному растворению и возможно вот этот момент и урок этого растворения также и переживание этого растворения нового ощущения приводит к тому, что согласно так сказать электронной записи и всем требованиям так много людей стремится попасть в манеж и вот в эту прекрасную инсталляцию негатива я уже восемь раз сходила, но до сих пор и не попала, но также надеясь попасть. Я на этом сегодня заканчивала, остается ровно семь минут для того, чтобы ответить на вопросы и сейчас я выхожу в чат и буду вам отвечать в чат так отлично я зачитываю так ой презентация меняется о все в порядке было? так так добрый вечер Олеся Владимировна заранее обозначаю вопрос, чтобы не забыть есть ли у вас опыт сотрудничества с художниками или кураторами из Южной Кореи? расскажите пожалуйста о впечатлениях и особенностях в двух словах после посещения потрясающей выставки либо в манеже кажется, что Южная Корея культурный феномен в области художественного творчества и кураторских практик то есть почти как другой мир по отношению к России и странам Европы спасибо да это у меня не первый случай взаимодействия с художниками и кураторами из Южной Кореи я сделала сейчас скажу наверное лет 10 назад нет даже больше может быть 15 лет назад я сделала выставку Айюнг Юн это художница из Южной Кореи видеохудожница она живет сейчас во Франции и там тоже было совершенно необычное такое темное пространство небольшие видео которые были на деревьях на камнях ну то есть я даже очень горда была что потом после этой выставки назывался секретный царь вот многие наши выдающиеся молодые видеохудожники решили стать видеохудожниками а потом я была еще приглашена в Южную Корею выступать на конференции в одном из университетов и я конечно же была потрясена вот этим футуристическим видом Сеула забралась на на телевизионную башню чтобы все посмотреть этими мостами ну и плюс тогда обошла очень много фондов и поняла насколько важно насколько много внимания уделяется развитию современного искусства это очень ну и потом уже не говоря о биенале в Южной Корее это очень подвижная очень такая очень важная для современного искусства страна так спасибо интересно спасибо два вопроса лейбул лейбул училась в Южной корее известно ли было в те годы искусство русских авангардистов искусство есть искусство абстрактное и искусство ориентированное на абстрактный экспрессионизм американский потому что искусство реалистическое считалось искусством которое свойственно Северной Корее вот я с большим вниманием посетила национальный музей в Южной Корее там была в Сеуле и там в основном абстракция господствующим было абстрактное искусство лейбул когда создавала свои перформансы она как бы скорее придерживалась реалистической традиции но обращаясь как бы воплощая в телесном воплощении а искусством она знакомого была с абстракцией конечно же с искусством русского авангарда потому что это была необходимой частью образования но в начале своей карьеры в 90-х годах не так на это обращала внимание как впоследствии где-то с 2000-х годов она обращается к искусству русского авангарда и искусству 20-х годов идея объединить на выставке в Манеже работы лейбулы русских авангардистов это и лейбулы и манеж но всегда же очень важно когда художнице показывается ее как бы искусство сделать ну предоставить ему дом то есть идея русского авангарда это как дом вообще для искусства современного является вот тут взаимно но конечно же это лейбулу это был выбор лейбул и ее совместно с манежем реализации русский авангард в живописи как сатримативность культуре архитектуре поэзии и так далее были беспределенными беспределенными по разрасту с предыдущими культурными впечатлениями разрыв был радикальным и не случайно совпал с эволюцией любой как и многие художницы нашла в этом революционном моменте и русской культуре вдохновения интересно что ее прекрасное таинственное искусство во многом интерпретация но не революционно в нем даже есть ностальгия как вам кажется в чем эта нестальгия по будущему по прошлому по тому как мы мечтали о будущем. Да, дорогая Лена, это абсолютно ностальгия, это слово использует и сама Либу, и я его использовала в своей статье многие, потому что ностальгия это печаль по утащу, даже если этого у нас не было. Скажем, у нас не было этого блестящего настоящего, о котором мы мечтали, о котором мечтали о вангарбесте. В конце концов, круглая баня с этим шикарным, так сказать, бассейном и солярием превратилась в довольно приземистое сооружение, и мечта о коллективной жизни превратилась в эти ужасные коммуналки и прочее, но ностальгия по тому будущему, о котором мы мечтали, которое не состоялось, да, да, правда, у Либу не революционное искусство, а ностальгическое, потому что как человек нашего времени, она уже понимает, что невозможно переделать мир, и эту ностальгию она нам приносит, но она приносит вместе с воспоминанием об авангардных форумах. Спасибо, 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 я тоже очень была рада. Осталось только посетить Манеж. Да, вообще вот, понимаете, мы сейчас понимаем, насколько важны впечатления. Как вот сказал мой сегодня Йоми Лизави, который учится еще в школе, в старших классах, он сказал, что это способ конденсировать ощущения. Но если раньше люди ходили ресторанами, вечеринки, кино, гости, опять же, ездили в разные страны, то теперь у них, как, скажем, у отшельников, есть только несколько выходов. И каждый из нас выбирает, он пойдет в музей в масках и перчатках, он откроет книгу, он пойдет в кино в масках и перчатках. И вот это стало также, собственно говоря, радикально куда-то выйти, как выйти в открытый космос. Мы к этому готовимся, мы тоже надеваем какие-то свои эскападры. Но впечатление мы получаем, наверное, такое же сильно, как от открытого космоса, потому что мы взлетаем над нашей планетой Земля и смотрим на себя самих со стороны благодаря художникам, благодаря кинорежиссерам, благодаря писателям. Мы разговариваем сами с собой, но это наши небесные собеседники и посредники. Это редкое время. Идите в манеж, соблюдая все правила безопасности, людей там мало, как и должно быть вообще-то на такой иммерсивной выставке, которая вас поглощает. То есть так как в последнее время искусство стало, к счастью, очень любимой, пользоваться популярностью. В больших музеях вообще невозможно было ходить, потому что было очень много людей, надо было как-то просачиваться между людьми, чтобы что-то увидеть. Сейчас нет, сейчас такая благородная пустота. И мне кажется, если уж куда-то выходить, то, наверное, не в магазин, а в музей. В конце концов, из магазина могут все привезти, а доставка. А из музея доставить ничего не могут, кроме лекции. Но лекция – это тоже, собственно, приглашение к путешествию. Это сегодня приглашение к путешествию. Ну вот, я, кажется, все. Я уложилась в 20 часов 2 минуты. Спасибо, мне было очень приятно с вами быть. Жалко, что я не вижу ваших лиц. Но, в конце концов, мы все ведь разлетаемся на эти атомы. Мы, в принципе, вот в этой вея негатива не можем себя увидеть. И гордыня, которую обычно человек заставляет говорить, это я, у нас она благодаря искусству исчезает. То есть, нет одного я, нет одного творца. Все распадается, разлетается, и мы вокруг планеты Земля пружим благодаря искусству. Да. Кто-то поднял руку. Аня. Все, да. Останавливаю демонстрацию. Спасибо.